Горячая вода в домах по улицам Мауленова, Строительного, Карбышева и Чернышевского пропала двое суток назад. В общей сложности без ГВС осталось почти пять десятков многоэтажек. Позже выяснится, причиной отключения стал порыв на тепломагистрали на пересечении улиц Мауленова-Уральская. В плане работы у нас в приоритете сейчас устранение порыва вот этих 50 домов на кольцах. Мы надеемся, что завтра к 8 часов вечера ГВС будет подано. Всего же на сегодня в Кустанае без горячего водоснабжения продолжают оставаться семь десятков домов. Помимо многоэтажек в западной части Кустанае без воды продолжают оставаться два дома по улице Таульс-Издык, где идет реконструкция теплосетей. Однако в тепловой компании отмечают, что сегодня практически все работы на этом участке завершены. Поэтому подать горячую воду в дома планируется в ближайшее время. В оставшихся двух десятков многоэтажек из 70 отсутствие горячей воды тепловики объясняют коррозией теплосетей. Порывы есть как на магистральных, так и на внутриквартальных сетях. На магистральных сетях по причине стояночной коррозии. Как вы знаете, после осенней опрессовки было выявлено шесть порывов, которые сразу же были устранены. Однако после опрессовки ГВС не было подано в дома из-за ремонтных работ на газопроводе. Возможно, за этот период простоя влажных труб образовалась вышеназванная стояночная коррозия, которая после подачи ГВС, естественно, показала и другие слабые места. Здесь сроки подачи ГВС аналогичны вышеназванным в самое ближайшее время. Всего же на сегодня в областном центре зафиксировано 66 порывов теплосетей. Такую ситуацию тепловики объясняют высокой изношенностью сетей, которая на сегодня составляет без малого 70%. Диара Хмечин, Андрей Деменок, РТН